Закончилась уже в этом году выпускная кампания по ЭГЭ. Государственная итоговая аттестация девятых классов уже предполагает подведение итогов некоторых промежуточных. Сейчас мы говорим о прохождении первого этапа пересдачи в этом году. В целом нужно сказать, что результаты достаточно неплохие по предметам обязательным. Ну и некоторые позиции, конечно, по предметам по выбору, в частности снижение по некоторым предметам по выбору, говорит все-таки еще о наличии неосознанного выбора предмета в девятом классе, на чем нам, конечно, нужно будет работать. В кампании участвовало более 11 тысяч выпускников девятых классов. Радует, что в этом году хорошие результаты по русскому языку, по математике выше результаты. Но при том, что баллы достаточно жесткие, они иные, минимально пороговое значение для неудовлетворительных результатов, но тем не менее они есть. Поэтому те обучающиеся, а больше всего это по математике обучающиеся, которые, к сожалению, не прошли минимальный порог, их около полутора тысяч, эти обучающиеся сдают сейчас, и сейчас как раз идет первый этап пересдачи. Для тех, кто получил одну или две неудовлетворительные оценки по любому из четырех предметов, эти выпускники девятых классов пересдают сейчас, завтра последний день пересдачи, в том числе и математики. Вот как раз сегодня и завтра идут математика для пересдачи. И в том числе по всем другим предметам, потому что на основании этих баллов или полученных результатов по итоговой аттестации выставляются отметки в аттестаты. Они, конечно, будут влиять непосредственно на результаты уже в целом процесса обучения за девять лет. Что касается количества детей, которые нарушили в этом году процедуру, в девятых классах это два человека. У нас, как всегда, средства связи и шпаргалки, поэтому эти обучающиеся однозначно идут на вторую волну пересдачи или второй этап пересдачи, это сентябрь месяц. И, конечно, сегодня еще определяется количество обучающихся, которые придут на сентябрь пересдавать. В целом это около трехсот человек по девятым классам. Но так как еще идет первый этап пересдачи, поэтому количество детей может увеличиться на второй этап. Мы подводим итоги также по государственной итоговой аттестации по результатам ЕГЭ в одиннадцатом классе. В этом году участвовало около пяти тысяч человек. И результаты, первые результаты мы подводим, и они являются следующими, 44 стобальных результата. И это выше, чем в предыдущем году. Но, может быть, это еще не конечная цифра, так как мы надеемся, что после подведения в целом всех итогов количество стобальников может увеличиться, потому что цифры меняются буквально каждый день при получении результатов по предметам. А так как мы получили из 13 предметов результаты только по 8 предметам, то, конечно, есть шансы, что количество стобальников увеличится. Очень радует, что в этом году по русскому языку это обязательный предмет, нет неудовлетворительных отметок вообще. Поэтому на пересдачу в первый этап, который идет сейчас и пройдет, до 2 июля, пойдут только те обучающиеся, которые не сдали математику обязательную, математику профильную и по уважительным причинам не явились на экзамен или не смогли закончить экзамен. А все остальные обучающиеся уже пойдут на второй этап, на сентябрь месяц. И в том числе это три человека, которые, к сожалению, нарушили процедуру, имея при себе средства связи и дополнительные средства в поргалке для того, чтобы, наверное, списать. Как всегда, эти люди были, ребята, обнаружены и, конечно, к сожалению, опять же не прислушались к нашим совместным требованиям, пожеланиям оставить все средства связи и дополнительно справочные материалы все-таки дома. Хотелось бы отметить, что по второй кампании промежуточные итоги показывают достаточно неплохие результаты у наших детей и по химии, там, 7 стубальников, по IT-технологиям. В этом году и выбор больше представлен по этому предмету, и 6 человек сразу получили стубалов. То есть буквально целая команда. Общество знаний, история, достаточно сложные предметы, по которым можно получить стубалов. И вообще это нас очень радует. Но, как я уже сказала, окончательные итоги мы будем подводить позже. Поэтому давайте дождемся всех результатов. Но, тем не менее, уже выпускные экзамены закончились. Уже ребята ждут последних результатов. И готовы выбирать вузы, в которые они планировали поступать. Поэтому пожелаем им удачи. Редактор субтитров А.Семкин